Патриотическая оппозиция Патриотическая оппозиция Патриотическая оппозиция Патриотическая оппозиция Ну, скажем так, эта, наверное, актуальность сохраняется в какой-то степени до сих пор. То есть, если на Украине идут гонения на всю русскую, то мы не можем подобляться этому, да? Ну, и были, наверное, другие соображения, то есть, опять-таки, вопросы по идентичности населения, которые, ну, глубоко, скажем так, не исследовались. Хотя, несмотря на то, что у нас идёт значительный крен в сторону русской идентичности последние пять лет, но, тем не менее, там, люди, получившие образование в советский период, люди, изучавшие украинский язык, украинскую литературу, то есть, у них могут быть определённые какие-то ностальгические настроения, скажем так, да? И от деятелей культуры, от ряда деятелей культуры на протяжении последних пяти лет я слышал, скажем так, опасения, что нельзя уподобляться, нельзя исключать статус государственного языка, там, или каким-то образом его запрещать, скажем так, для украинского, чтобы нас не приравняли к украинским нацистам. Вот. Но, насколько это так, и как вообще языковая ситуация развивалась на Украине и до 2014 года, да, может быть, и ранее, вот хотелось бы поверить с нашими экспертами. Вячеслав Александрович. Вы знаете, меня первое, что немного удивляет, было слушание о статусе украинского языка, но почему-то специалистов, учёных, которые занимаются изучением проблем социально-ингвистических, проблем развития языков, учёных не приглашали туда. Просто я напомню, что я, например, был экспертом закона Корресниченко-Кивалова в своё время, и тогда они обращались к учёным для того, чтобы хотя бы избавить законопроекты от каких-то теоретических глупостей. Ну, там было, например, понятие языковой семьи. Языковая семья в лингвистике обозначает нечто иное, не то, что было прописано в этом законе. Но я вот что должен сказать. Есть такая наука, социолингвистика, которая долгие годы изучала особенности языковой политики в странах мира, определяла наиболее оптимальные пути развития языковой политики и вырабатывала какие-то методики прогнозирования и методики построения языковой политики в той или иной стране. К сожалению, у нас, ну, у нас я пока что молодое государство, я не буду говорить ни о чём, потому что ко мне всё-таки обращаются за консультациями. Но на Украине это абсолютно игнорировалось. Никто никогда, кроме вот одного случая, о котором я вам сказал, случая с законопроектом Корресниченко-Кивалова, не обращался к учёным для того, чтобы те разъяснили особенности, правила и модели существования языком в том или ином государстве. Вообще, в многоязычном государстве есть три модели политического взаимодействия языков. Первая модель – это модель государственного многоязычия. Поверьте, не так мало стран в Европе, в котором есть два и более государственных языков. Ну, самые известные страны, конечно, Финляндия, где финский и шведский. Самые известные страны – это Ирландия, где ирландские и английские языки. Но есть ещё очень много таких малых стран, которые не гнушаются тем, чтобы использовать несколько государственных языков. Ну, например, Люксембург. В Люксембурге три государственных языка – французский, немецкий и люксембургский язык. Есть Андорра, в ней испанский, каталонский, французский язык. Но это одна модель. Такая модель приемлема тогда, когда разноязычное население проживает на территории всей страны. Есть только одно исключение, когда иноязычное население проживает локально в какой-то провинции страны, но государственным языком становится для всей страны. Это Канада. В Канаде французский язык был в 70-е годы, получил статус второго государственного языка для всей территории Канады. Правда, пользуется только в одной провинции – Квебек. Но вот посмотрите, приняли этот закон о языке, а потом провели референдум. Потому что в Квебеке очень серьёзные отделенческие настроения, они хотели отделиться. Сепаратистские, да? Да, сепаратистские. Но и там решался вопрос об отделении простым большинством голосов. То есть не процентное соотношение, не 60%, а именно 50%. Больше 50%, если набирает какое-то из решений, тогда вот это решение принимается. Там буквально в 10-20 голосах была разница в пользу того, чтобы остаться в составе Канады. Но вы представьте, что было бы, если бы не приняли закон о втором государственном языке в Канаде, скорее всего, Квебек отделился бы. Вторая ситуация – это язык провинции. Это когда в государстве существует единый государственный язык на всей территории, а в каких-то определенных провинциях принимается второй государственный язык. Ну вот, например, в Италии, провинции Валядаоста, государственный язык французский. Испания, правда, непоказательна сейчас, потому что в Каталонии ситуация достаточно сложная. Но там же есть ещё Галисия, там есть Баскония, где баскский язык существует и так далее. Ну и есть третья ситуация, третья модель, когда язык не получает официального государственного статуса, но используется, но получает определенные права на определенной территории в соответствии с хартией о языках национальных меньшинств, именно на ретарианных языках. То есть там определяются какие-то сферы, в которых использование этого языка является обязательным. Обычно это культура, образование, бытовая сфера и сфера обслуживания, например. Но в государственной сфере, то есть в законодательстве, в подзаконных актах используется действительно государственный язык. Вот эти три модели. На Украине попытались ввести третью модель в связи с законом Колесниченко-Кивалова, модель вот этого миноритарных языков, языков национальных меньшинств. Кстати, тогда было два законопроекта, один был представлен националистами украинскими. Чем отличался этот закон Кивалова от того закона? По закону Кивалова квота национальных меньшинств на территории должна была быть 15%, а по закону Яворницкого 30%. И вот считалось, что если 30% будет, это будет не закон в пользу русского языка, как бы, а закон для всех. На самом деле это противоречило вообще даже здравому смыслу, потому что, например, крымских татар в Крыму было 20% по результатам переписи последней. Если вводится квота закона Колесниченко-Кивалова 15%, то крымские татары получают второй региональный язык, крымско-татарский язык, статус регионального языка. Если принимается закон Яворницкого, то крымские татары не получают. А в Донбассе, в принципе, какая разница была? Все равно, 30% русский язык получил бы свой статус. Но вот перед нами стоит задача выбрать какую-то модель. Если говорить об украинском языке на территории Донбасса сейчас, ну, чего грех отойти? Уменьшается интерес к нему, уменьшается с каждым годом все больше и больше. На украинское отделение набора нет, ну, один-два человека поддают заявление. То есть, у нас учителей не будет украинского языка, в общем-то. Поэтому, но с другой стороны, вполне возможно, что на каких-то населенных пунктах эта проблема стоит достаточно серьезно. И эту проблему нужно исследовать. Нам необходимо... В сельское место, наверное. В сельское место, да, поселки, села. Есть украиноязычные села. Нам необходимо просто изучить ситуацию, социолингвистическую ситуацию на территории Донбасса. Нам нужно и на основе вот этого научного изучения. Причем научное изучение должно осуществляться, наверное, по инициативе все-таки Народного Совета и главы. Потому что мы должны знать, как люди живут у нас. И почему только украинский язык? Кстати, давайте вспомним о урумах, ромеях, грекоэлинах, греко-татарах. У них тоже. Они имеют право на образование на своем языке, на какую-то поддержку культуры и всего остального. Но, повторю, мы об этом сможем говорить только после, в результате научного исследования нашей территории. Мы, кстати, в Донецком университете этот процесс начался. Мы составляем карту, уже какая-то часть составлена. Но, к сожалению, нет возможности выезда на определенные территории для того, чтобы проверить ситуацию на месте. Мы очень часто пользуемся статистическими данными, которые предоставляют нам архивы. Но лингвистическая карта Донбасса уже в какой-то мере составлена. Но она очень нужна. Нужна очень подробная карта. Вплоть до отдельных сел, отдельных поселков и так далее. И уже на основе этого можно строить языковую политику. Но, повторяю, у нас скорее возможны только, как мне кажется, два варианта. Первый – это унитарный государственный язык или официальный язык. И второй – унитарный с региональными вкраплениями. То есть, скорее всего, по третьей модели – по модели харти. То есть, языки местных, национальных меньшинств, которые получают статус регионального языка. И получают в связи с этим какие-то преференции культурные, образовательные и так далее. Спасибо, Вячеслав Асланович. То есть, действительно, скажем так, необходим госзаказ на данное исследование. И потом, возможно, еще какие-то опросы, для того, чтобы понимать картину. Но, в целом, время пришло, скажем так. В целом, время пришло решать этот вопрос достаточно кардинально. Ну что, давайте еще посмотрим на то, как изменялась динамика образования на русском и украинском языке. Ну, еще пару ремарок. Опять-таки, в рамках общественных слушаний. Зачастую, со стороны депутатского корпуса, я помню, 4 года назад, звучала мысль о том, что при общении с избирателями, как раз, скажем так, была памятна еще активная фаза противостояния. И зачастую многие избиратели эмоционально говорили о том, почему мы изучаем украинский язык, что в связи с агрессией украинских вооруженных формирований, националистов, вызывало, скажем так, большое отторжение. Сам курс, к сожалению. Понятно, украинский ассоциализм, когда на щит поставил, сделал его инструментом, да, в предыдущие годы, то привел к этому отторжению, закономерному. Это люди, язык-то ни в чем не виноват. Да, согласен с вами абсолютно. Ну, вот такая ситуация была. И, опять-таки, вспомним последние годы при Украине, ну, скажем так, последние десятилетия, тогда тоже шла активная украинизация системы образования, в первую очередь. Да, вот были, ну, некие негласные установки на повышение количества украинских школ, украинских классов. А почему негласные? По-моему, достаточно гласные все. Да, можно сказать, фактически насильственная украинизация велась в последние годы в Украине, и сейчас она только вышла на новый уровень. На Украине, ну, конечно же, на законодательный уровень. Кстати, закон Киала Колесниченко, он стал, вот когда победивший Майдан в Верховной Раде предложил отменить, и Рада приняла решение об отмене этого закона, но тогда оно не было подписано от исполняющей обязанности президента, да, не было подписано, потому что увидели, какую реакцию, какие волнения это вызвало там на Донбассе, на территории Юрово-Востока, скажем так. Но, как мы правильно понимали, это лишь такой временный был откат назад, потому что потом было принято законодательство, которое фактически выводило русский язык из сферы официального потребления из сферы официального завода. Если вы позволите, я вот сейчас должен включиться в это дело. Вот это очень показательно. Майдан как бы стоял за какие-то экономические улучшения, там, я не знаю, против олигархов, против кого-то еще. С демократикой. Но первый закон, который был отменен, это не закон о налогообложении, например, не закон о малом бизнесе и тому подобное, а закон о языке. И это очень важно. Я недавно вот как раз этим докладом выступал в Всероссийском соборе. Язык – это сконцентрированная, сгущенная ментальность. То есть человек видит мир через призму своего языка. Мы видим мир так, как нам предлагают видеть русский язык. Ну, есть простые примеры, как проявляется самая ментальность. Вот в украинском языке есть, например, клычная форма, то есть звательный падеж. В русском языке этого нет. В русском языке именительный и звательный падеж совпали. В древнерусском языке был звательный падеж. В русском они совпали. Что происходит с ментальностью нашей после вот этого совпадения? У нас назвать и позвать, именительный – это же назывной, как бы, падеж, который называет. Назвать и позвать совпадает. То есть называя что-то, называя кого-то, мы в то же время его зовем. И поэтому у нас огромное количество табу на произнесение каких-то наименований, там, Домового и кого-то там еще черта и так далее. Потому что скажешь черт, ты позовешь. В украинском языке и, например, в польском языке это разведено. Есть клычная форма, есть назывная форма. Для русской ментальности уже будет очень важен вот этот момент, например, не называть имени Господа в суе, потому что, называя, ты обращаешься к нему. И для того, чтобы избегнуть вот этого обращения, мы в церковно-славянского языка заимствуем звательные формы, там, Господи, Божии и так далее. Это звательные формы. Но они заимствованы как раз для того, чтобы развести вот это называние и вызов. И вот таких маленьких кусочков иновидения через язык очень много. Когда ты начинаешь бороться с языком каким-то, ты борешься в первую очередь с чужой ментальностью, с той ментальностью, которая тебе не нравится. И вот отмена языка, вернее, попытка отмены, а затем уже реализована, это не борьба с русским языком, собственно говоря, в собственном виде. Это борьба с русской ментальностью. Когда мы переводим человека из одного языкового кода в другой, на базе его базового кода, мы создаем янычар. Потому что, ну, кто такие янычары? Это славянские пленники, которых отуречили мусульманство, и при этом у них остается своя ментальность, которую они осознают как ущербную свою ментальность славянскую. И они начинают бороться с собой, бороться с другими для того, чтобы доказать себе и другим, что у них новая ментальность, новое видение. И вот это именно путь янычаризации через отмену языка, навязывание языка. Я недавно видел какую-то передачу, не передачу, в Ютьюбе, что-то там была какая-то детская передача из Украины, и там с девочкой разговаривают, и девочка говорит, ну вот мы изучаем, она говорит по-русски, мы изучаем в школе природознавства. То есть она уже природовидение не говорит, она уже не видит этого слова. И это вот эти маленькие передвижки ментальности, которые в конечном итоге разрушают, создают новых янычар, а затем создают новую какую-то определенную, не очень интересную для нас, не очень интересную для нас национальное самосознание. Так самое интересное, что искусственно и за счет же опять-таки русско-ментального населения. Так нет, как раз вот на это и было рассчитано. В первую очередь боролись именно с русским языком для того, чтобы бороться с русской ментальностью, с русским мировидением. Вот это была первая причина того, что в первую очередь они взялись за законы языка. Вячеславович, спасибо, очень существенное замечание. Кирилл Валерьевич, известно, что Вы провели немало исследований социологического, политологического аспекта, тех же выборов на территории Донбасса, на территории Украины, которые показывали опять-таки различную карту, карту различных идентичностей, ментальностей на территории страны. Что Вы можете, скажем так, сказать по языковому вопросу? Ну, начнем с истории, может быть. Дело в том, что вопрос этот языка на территории нашего региона, на территории Украины, в Советском Союзе был последние десятилетия и, можно сказать, даже век политизирован очень сильно. То есть, если брать, например, ситуацию с остановлением Советского Союза, с остановлением Советской власти в 20-е и в 30-е годы, там проводилась достаточно такая своеобразная политика национальная, языковая в том числе, которую, правда, свернули где-то к середине 30-х годов. Ну, вот коренизация, то есть основной акцент делался на решении социально-экономических вопросов, там, классовых вопросов, а вместе с тем нужно было показать, что национальный вопрос на территории бывшей Российской империи и языковой вопрос, естественно, с ним связаны, они полностью решены. И поэтому создавалось большое количество национальных школ, национальных каких-то образований, автономных, там, округов, республик и так далее. То есть это была политика в значительной степени, ну, такого, как скажем, пропагандистского, что ли, толка. То есть зачастую даже представители этих этнических групп не требовали себе таких прав, но им эти права спускали сверху. То есть были, там, вот до того, что комические ситуации, когда цыган пытались учить математики на цыганском языке в их национальных школах. И против этого выступали даже родители. То есть и большое количество вот именно таких случаев, когда язык фактически, там, родной для представителей этнических групп, он является, ну, языком бытового общения. Но его выводили на какой-то принципиально другой уровень, о чём даже жители не требовали. И это же касалось и украинского языка. Был присвоен фактически статус ему отдельного языка в Советском Союзе, хотя до этого в Российской империи это считалось одним из наречиев русского языка. Моороссийская, белорусская, вот и великорусская. Перепись 1897 года, первая перепись Российской империи, она как раз так фиксировала. Да, там, в чём интересная ещё ситуация, что ведь 80% населения в это время были неграмотны, вот по данным переписи. Им фиксировали, на каком наречии говорят переписываемые переписчики. И он, например, говорил на этом языке, но он на нём не писал даже. То есть это всё было, ну, такая очень зыбкая граница. Но в Советском Союзе, по крайней мере, первые годы ради таких идеологических, что ли, догм, это было возведено как вот такую норму, по крайней мере, декларируемую. И, к сожалению, у нас эта практика отчасти продолжается на постсоветском Союзе, когда язык фактически выполняют не функцию, ну, прикладную, так скажем. То есть есть действительно вот какие-то этнические группы. Они говорят на существенно отличающихся языках. Например, в Швейцарии немецкий, итальянский, французский. То есть немецкий и французский не очень близкие языки. И чтобы упростить общение с центральными органами власти, в частности, вводится несколько государственных языков, в Швейцарии их четыре. И это выполняет действительно, ну, прикладную функцию. Прикладную функцию. Вот. На постсоветском пространстве зачастую это, ну, и не только на постсоветском пространстве, зачастую это вопрос политический, вопрос идеологический. И это подобные действия зачастую проводятся, кстати, в государствах, где ранее существовали серьёзные этнические или там расовые проблемы. Предположим, в Боливии их 40 языков. Там всем индейским языкам при последнем президенте были предоставлены статус официального. В ЮАР, насколько я помню, 12 или 15. Но фактически нет реальной возможности это выполнять. То есть в плане того, что когда их такое большое количество, население и центральные органы власти не могут общаться на любом из них. Ну, ладно, это так скажем, в частности. Что касается ситуации в Украине и у нас в Донбассе последние годы и десятилетия. Очень показательный, мне кажется, опрос, который был проведён в 2006-2007 годах, такой «Американская социологическая служба» и «Институт Гэллопа». Пожалуй, одна из наиболее авторитетных социологических служб в мире, и их сложно там заподозрить в какой-то там симпатии к нашему мировоззрению. Но до сих пор эти результаты у них висят на сайте, можно на английском, правда, языке прочитать. Ну, в принципе, основные принципы там и так понятны. Они изучали вопрос языков, которые применяются в республиках постсоветского пространства, и там не формулировался вопрос таким образом, какой вы родным считаете или на каком хотели бы говорить. А там было изначально поставлено, на каком языке вы хотели, чтобы проводилось интервью. Хитро-хитро поставили вопрос, завуалировали немножко. Это даже не то, что хитро. Вот выберите язык, на котором хотите, чтобы было. Чтобы было раскрыто. Да. И вот по Украине получился показатель 83% респондентов. Притом там большая достаточно выборка была, репрезентативная. То есть она представляла все население. Выбрали именно русский язык. Да, по всей Украине, в том числе и с западными регионами. Да. То есть только в западных, я так подозреваю, вот эти 17%. Там большинство составляли тех, кто выбрал украинский. В целом же большинству жителей Украины было общаться удобнее на русском языке. То есть может быть, конечно, опять же, такие всякие психологические особенности. Человек родился на Украине, считает себя украинцем. Ну и вроде как в этом случае, отвечая на вопросы переписи, ну и украинский, наверное, родной. Кирилл Иванович, сейчас можно прервать вас на секунду, буквально. Результаты переписи как раз они актуальны именно по Донецкой области. Переписи 2001 года. Это то, что вы как раз говорили. Значит, русский язык считают родным 74,9% населения, украинский язык 24,1%. Ну то есть, мне кажется, столь высокий показатель для украинского языка, для нашей урбанизированной, в принципе, русскоязычной области, ну как бы завышенные показатели. Скорее всего, действительно, на вопрос, какой вы считаете родным, говорили там по аналогии украинских, по национальности или по государственному. Мы живем на Украине, значит, украинский родной. Даже если говорили на русском всю жизнь. Ну, скажем так, я такие примеры, не один пример такой знаю, скажем так. Да, и если говорить даже об этой переписи, там получился показатель в целом по Украине, ну что-то около, насколько я помню, примерно 65-70% считали украинским родным, и украинский родным, и около 30% русский. 24, по-моему, если не ошибаюсь. 24-26. Возможно, возможно, возможно. Да, значит, ну в чем принципиальная ситуация относительно украинского языка в Украине, и даже на территории Донбасса. Зачастую то, что, в первую очередь, сельские жители в своей местности употребляют в своем обычном бытовом общении украинские слова, это не делает язык, на котором они говорят, украинским. То есть это в большинстве случаев то, что называется суржик, смесь. Притом эти смеси разные, даже в рядом расположенных селах. То есть это, ну как бы, их субкультура. Таким образом они обозначают свою принадлежность, в том числе к этому даже населенному пункту. Но зачастую это считалось, вот если употребляются, опять же, отдельные украинские слова, это уже украинский. Это такой же украинский, как и русский. Это смесь русского и украинского. То есть, притом такая ситуация свойственна для, наверное, даже большей части территории Украины. То есть нельзя сказать, что это литературный или даже близкий к литературному украинский язык. Вот. Если же говорить о запросах населения нашего региона и вот когда уже была провозглашена республика республики, то здесь, опять же, такие определенные, нельзя нам попадать в плен слов, определенные шероховатости. То есть государственный язык. Ну, действительно, было распространено мнение. Вот мы там терпимы, в отличие от Украины, где один язык навязывается, а у нас пусть будет там, пусть два, предположим. Ну, проблема в том, что по-нормальному, опять же, если не с точки зрения пропаганды и идеологии, язык должен, и государственный язык, официальный язык должны выполнять функцию упрощающую общение населения с органами власти, в частности. То есть если человек обращается на это... Ну, государственная функция языка, да? Да, да. То есть вот легче там итальянцу в Швейцарии на итальянском в центральные органы власти обратиться, он может это сделать, и ему должны на итальянском ответить, если это центральные, опять же, органы власти. По регионам там чуть другая ситуация. Вот. И у нас многие думали, ну вот почему бы нам не провозгласить украинский, в том числе государственным, да? То есть если они хотят, пусть будет. Но проблема в том, что если государственный, общая, общемировая практика, то в этом случае как раз обращение такого со стороны населения, нужно отвечать на этом языке. То есть если у нас два государственных, в основном это нужно их все, большая часть населения, эти государственные языки и учить. То есть, по крайней мере, чтобы стать там полноправным чиновником, предположим, или преподавателем, нужно или есть запрос на этом языке, нужно на него дать ответ. Или держать отдельную структуру, которая будет проводить переводы. Но весь вопрос, какая часть населения у нас хочет. А есть ли у этого потребность, собственно говоря, да? Вот именно. Настолько обеспечивать. В конечном итоге это должно быть желание населения, желание населения жителей определенных территорий. То есть есть ли такая потребность. Ну вот интересные результаты. Опрос. Тут серия опросов. Ну, наиболее показать, наверное, 2016 года, середина мая 2016 года, по тысяче человек было опрошено в Донецкой и Луганской народных республиках. И вопросы, в частности, по вашему мнению, какой язык должен быть государственным на территории Донбасса? То есть есть динамика там из 2009 года. Ну вот это наиболее близкая к нам ситуация. Русские сказали по ДНР 67%, по ЛНР 56%. То есть в ЛНР несколько меньше. И русские и украинские по ДНР сказали 31%, по ЛНР 41%. То есть по ДНР примерно, значит, две трети сказали, что должен быть один государственный язык. И вместе с тем треть сказала, что их должно быть два. Но если спрашивать, тут был вариант украинского, ну там единицы так назвать, если спрашивать людей, которые говорили, что должно быть два государственных языка, вот там была такая формулировка вопроса. Лично вы хотели бы заполнять документацию, учить своих детей и внуков, общаться с органами власти на украинском языке? То есть этот вопрос был задан тем людям, которые выбирают два языка или украинский. Вот здесь получилось, что ответили, да, хотел бы 17% среди вот этого 31%. То есть среди всех это 5% получается. И нет, не хотели бы, не хотел бы, но мог. Говорили 80% даже те, кто выбрал двуязычие официально. Поэтому действительно можно еще обсуждать как-то вопрос с двуязычием в рамках масштаба большой страны, предположим, Украины. Хотя, с моей точки зрения, правильнее там было скорее уж региональный статус предоставить украинскому языку, чтобы его сохранять действительно, и чтобы местное население могло спокойно общаться с органами власти. Ну давайте это на следующем этапе обсудим, скажем так, про Украину. А у нас, когда нет фактически даже запроса, нет запроса от людей, подавляющего большинство, подавляющего большинства на документацию на этом языке, на обучение в широком плане, то, соответственно, нет смысла ему придавать такой масштаб. Идеологическая сторона, скажем так, или отсутствует, или очень незначительно, да, а остается только политическая. Да, идеологическая, политическая. Вот. И поэтому, да, конечно, нужно предоставлять демократические права, если люди хотят учиться в национальной школе, там, греки, украинцы, там, армяне, предположим. То есть не должно быть дискриминации в этом принципе. Но помимо учета мнения меньшинства, нужно учитывать, конечно, мнение большинства. Поэтому для меня этот вопрос... И что, собственно говоря, есть демократия. Да, для меня этот вопрос однозначно понятен. И если откинуть идеологию и пропаганду, а подходить как раз с чисто рациональной точки зрения, то здесь однозначно у нас явно доминирует русский, он востребован. Да, наверное, нужно в рамках школ какой-то вести предмет, там, языки народов Донбасса, предположим. Где бы освещались... Нет, это практически невозможно, потому что языков очень много. Освещались бы, ну, основные имеется в виду, освещались бы основные принципы. То есть вот украинский язык и какие его особенности есть у нас. Мне кажется, фактически это уже так и есть. Скажем, с теми часами сколько выделяется. Но изучать, предположим, 10 лет в школе или 11 украинский язык и литературу, где значительная часть материала, это или, так скажем, сельская жизнь 19 века, или особенно последние годы и десятилетия явно русофобские тексты, это подкладывать в том числе минус замедленного действия под государственность в данном случае. И поэтому, мне кажется, вопрос достаточно однозначный. Спасибо, Кирилл Валерьевич. Но мы затронули несколько чисто таких субофилологических тем, которые хотел бы... Во-первых, по поводу Суржика. Если это не украинский язык, и в то же время вы говорите не русский, то какой это язык тогда? Суржик. На самом деле, всё значительно проще. Не говорят никто у нас практически на литературном языке. Даже мы с вами сейчас разговариваем, мы допускаем некоторые отклонения от литературной нормы. Например, вы говорите в Украине. На самом деле, русская литературная норма на Украине. У нас многие говорят на Донбассе. На самом деле, литературная норма в Донбассе, потому что это Донецкий бассейн. Правда, есть некоторые нормы, которые все уже позабыли. Например, слово «тапки» формы, неувидительно поддержая единственное число, «тапка», а не «тапок», нормативно. Ну, о этом уже никто не помнит даже. Но вот о чём. Язык существует в огромном количестве территориальных разновидностей. Языки в интерферентных зонах, там, где взаимодействуют языки, взаимодополняются. И у нас есть действительно украинские сёла, где суржик – это как раз вкрапление русских слов в украинскую речь. А есть ли наоборот? Да, есть русские сёла и русские станицы даже. Правда, остались на территории, пока временно оккупированы. Но, например, Торское, село Торское. Однодорцы исторически. Да, станица, в принципе, это Донское. И они очень бережно относятся к своему языку. Я помню, когда мы спросили, а поют ли они песню «Маруся раз, два, три колена», которая кубанские казаки поют, они сказали, это ухохло поют, это не наш. То есть они серьёзно. Вообще казаки очень серьёзно, очень плохо относятся к украинцам, и они стараются полностью от них отмежеваться. Ну вот, в любом случае, Кирилл, для того, чтобы утверждать, что у нас там есть украинские сёла, нет украинских сёла, для этого нужно просто, как говорят мои дети, тупо пойти в эти сёла и записать речь, и просто её проанализировать хотя бы. Но я абсолютно соглашусь вот с востребованностью. Государственный язык – это действительно язык общения с государством. Официальный язык может получать… Официальный государственный, в принципе, слова-синонимы. Может быть, региональный язык – это язык, в первую очередь, культуры, образования и так далее. То есть, вот то, о чём мы, в принципе, кажется, что мы спорим, на самом деле мы абсолютно говорим об одном и том же. Действительно, если есть потребность у граждан республики в каком-то населённом пункте обучать своих детей украинскому языку, как родному, если он действительно родной, или проводить какие-то мероприятия на украинском языке, культурные мероприятия, я не знаю, выпускать свою газету, например, на украинском языке, то, в принципе, это возможно, но, повторю, опять же, это должно регламентироваться государственно. То есть, вами, господа депутаты, на основе закона о языках Донецкой Народной Республики. Для того, чтобы этот закон действовал, необходимо… Ну, во-первых, не просто опрос. Всё-таки, согласитесь, все опросы вот этих статистических… Опрос даёт общую картину без привязки к территориям детализированных. Она должна быть детализирована, мы должны хорошо пройти. Вообще, у меня есть огромная мечта, я думаю, что Кирилл поддержит эту мечту. Я хочу сделать энциклопедию Донецка, чтобы там было всё. И наши знаменитости, все наши гении, наши населённые пункты, наша история, наш… Ну, я не знаю, знаете, сколько посёлков в Донецке? Не знаю. Около двухсот. Ну, мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать… Вот Клавдия Васильевна Першина, это преподаватель родственной кафедры, работает сейчас над книжкой «Посёлки Донецка и их происхождение». Донецк вырос из названия, в принципе, станции. Станции Юзова, вокруг которой… Это даже не Юзовский завод, а именно станция, по одной из версий, но мне очень нравится эта версия, стала центром, объединившая все эти Новые Светы, все эти Гладковки, все эти Александровки и так далее, в единое целое. Завод собрал посёлки, а посёлки нужно было объединить… Ну, так, в энциклопедии Брагауза и Фроны это называлось «Посад», «Посад Юзова». Вот там как раз «Юзова» написано в энциклопедии. Ну, ладно, это уже мой любимый конёк, давайте уйдём в сторону. Вячеслав Иванович, это очень правильная, мне кажется, мысль. Я надеюсь, что действительно со стороны Министерства профильного, скажем так, внимание будет уделено… Ну, это не только Министерство профильное, это все должны наши… Если можно, мешаюсь, можно привлечь результаты переписи, которые у нас были приведены. Да-да-да. Там вопрос относительно родного языка, русский, украинский… Последняя перепись. Есть одна проблема. Последняя перепись. Что такое родной язык? Да. Вот, кстати, да, и в отношении переписи 2001 года это тоже актуально, да? То есть… Ну, картина там будет как раз детализирована вплоть до населённых пунктов, вплоть до сёл. Да, то есть это нужно… Вот, смотрите, русские эмигранты, живущие во Франции, говорят по-французски. Но когда у них спрашиваешь, какой твой родной язык, они говорят русский язык. Они ломаны, на романном русском языке говорят об этом. Дальше, китаец, живущий у нас здесь. Но какой у него родной язык? Китайский, да какой китайский, он его не знает, он на русском языке говорит. Как определить, что такое родной язык? Сложно. А если человек родился и говорил, например, по-казахски, а потом приехал в Россию, забыл казахский язык. Ну, вот я родился в двоязычной семье. У меня мама кубанская казачка, отец татарин. Я в детстве говорил на татарском языке. Я не помню его, я не могу сейчас общаться над… Ну, как не помню? Ну, то есть я вот слышу какую-то речь, какие-то слова, понимаю, что это такое. Есть, но говорить я уже не смогу. Какой мой родной язык? Татарский или русский? Тем более, что, опять же, язык национальности. Ладно, вот, ну, Мирослав, ну, вот вы по национальности, ну, кто? Русский. Русский, да. Ну, я, понимаете, тут надо экскурсировать. Смотрите, какая ситуация. Как определить, русский вы или… Вот Достоевский говорил, великоросс, малоросс, белорус – это всё одно. Вот я считаю, что вот это всё одно, действительно. Вот вы говорили о переписи. В 2014 году вышла, наверное, грандиозная такая лингвистическая… Грандиозный лингвистический продукт, которым мы до сих пор, в принципе, пользуемся. Это диалектная карта русского языка. И там были наречия, действительно, русская, великорусская… Вернее, извините, великорусская, белорусская, малорусская наречия одного единого русского языка. Когда-то был такой Агатангел Крымский, по-моему, как историк он тоже известен, но я больше знаком с его лингвистическими работами. Он – это первый человек, который стал объединять на научном уровне, скажем так, два больших наречия. Вот тогда он называл это наречиями украинского языка. Малороссская, малороссийская наречия и галецкая наречия. Он осознавал, что это разные какие-то вещи, малороссийская и галецкая. Когда малороссийская и галецкая наречия слились в одном языке? Да, но после революции уже, когда стали объединять эти земли для того, чтобы найти какой-то общий конгломерат, вернее, общую какую-то идею, вот решили, что малороссийская наречия и галецкая наречия – это, в общем-то, уже не наречия, а это просто говоры единого языка. А Паустовский, когда рассказывал о приходе петлюровцев в Киев, он говорит о том, что люди, пришедшие войска, стали заменять вывески на магазинах и стали заменять какими-то непонятными галецкими словами названия, которые малороссам, киевским малороссам вообще были непонятны. Ну, то есть, в принципе, между малороссийскими и галецкими наречиями все-таки было очень большое различие. Малороссийская наречия, скорее всего, относилась к русскому языку. Но здесь есть еще один маленький нюанс. Что такое язык, понимаете? Вот мы, как ни странно, мы не можем определить, в каких границах существует национальный язык. Ну, простые примеры, несколько примеров. Люксембург. До 80-х годов жители Люксембурга, там 100 тысяч, я не помню уже сколько, считали, что они говорят на немецком языке. Ну, это был не хогдойч, не литературный немецкий язык, понятно, но немецком. В 80-м году национальная гордость люксембургцев взыграла. И они решили конституционно, что у них свой язык. Но на основе вот этого наречия, люксембургского наречия немецкого языка, было определено, что это наречие, это самостоятельный отдельный язык. Другая история, абсолютно противоположная. Мальтийцы до определенного момента считали, что они говорят на арабском языке. И тут происходит, ну, как историк знает, конечно же, какое событие произошло, после которого мальтийцы в одночасье решили, что они говорят на мальтийском языке. Христианизация, да? Христианство, да. Они приняли христианство и решили, что уже арабским языком им владеть, в общем-то, не нужно. Вы понимаете, боснийский, я, у меня очень плохой сербо-хорватский язык, я его когда-то учил самостоятельно, ну, я вел переговоры, я должен был выступить на одной из конференций в Боснии. И я вел на вот этом ломаном своем сербско-хорватском языке. И мне говорят, у вас неплохой, конечно, это комплимент, потому что плохой, неплохой боснийский язык. Как, сказал я, я думал, что у меня сербо-хорватский. Они говорят, нет, нет, боснийский. Я понял, что я говорю на трех языках, понимаете? На сербском, хорватском и на боснийском. То есть я сразу увеличил количество. Поэтому вот тут момент, каким образом украинский язык возник, без определенной воли политической не возник. Ну, в принципе, и многие другие не возникли без определенной политической воли. Правда, иногда политическая воля может насаждаться сверху, а иногда может идти снизу. Ну, например, как возник французский язык? Завоевали римляне Галлию. Начал гальский язык, кельтский по своему происхождению, начал мутировать, изменяться под латинский язык. Но возникла какая-то вот суржиковая ситуация, которую считали диалектом латинского языка, а потом Галлия сформировалась в отдельное государство Франции. И вот это наречие, на котором говорили эти самые латинины, стало считаться французским языком, стало называться французским. В принципе, так большинство языков возникло. Как возник иврит? Да ну как, просто было... Это уже сверху, когда определенная группа людей, которые считали долгом своей жизни объединить евреев в одно государство, просто возродили древнееврейский язык, в который как бы внесли свои новые элементы. Но мне граждане, бывший наш народ из Израиля, говорят, что очень здорово распространился при помощи молодежи. Потому что для того, чтобы скрыть свои намерения от своих родителей, которые приехали из России, которые не очень хорошо знают иврит, те стали переходить в своем общении личном на иврит, как на тайный язык, скажем так, чтобы родители не поняли, о чем они говорят. И вот таким образом молодежь стала все больше и больше изучать, больше понимать иврит. А с идеей того, что... О том, что вообще... Действительно, сейчас я не вижу, по крайней мере, потребности в том, чтобы кто-то ввел свое общение с государственными органами на украинском языке. Если такая потребность возникнет, у нас есть переводчики, которые могут помочь ему. Но, повторю, на тех территориях, где есть необходимость, не только в украинском языке, а во всех остальных языках, эти языки должны поддерживаться. Спасибо, Анастасович. Такой очень, опять-таки, обстоятельный экскурс. Такой у Кирилл тоже обстоятельный. Да-да-да. Значит, хотел бы еще отметить несколько моментов по образованию. У Кирилла Валерьевича звучало, скажем так, что через украинский язык может просачиваться та пропаганда, скажем так. Или через украинскую литературу. Через литературу, скорее. Ну, кстати, я должен вам сказать, что в 2015 году, просматривая, скажем так, программу украинской литературы для школ ДНР, обнаружил там роман Багрянова, посвященный битве под бродами. Он там писал как раз об этой дивизии вояках СС Галичина, там их неудачной судьбе. Ну, я произведу сутью, чтобы убрать это произведение из нашего курса, потому что зачем ДНР изучать эту трагедию этих, скажем так, алинских ССовцев? Зачем это нам надо? А с другой стороны, чем больше мы убираем, тем больше у них появится необходимости, желания почитать. А если убираем законодательно, то вы же знаете, молодежь, она... Да, да, есть такой нюанс и такие опасения, что вот контркультура, якобы там официозы отвергаем, а контркультура, и вот, пожалуйста, вот вам украинский национализм. Ну, кстати, с той стороны, многие работают в этом направлении и создают такую молодежную субкультуру. Вот как раз лучше всего продумывать политику обучения, продумывать политику обучения для того, чтобы как раз показать, что это неправда. Ну, давайте немножко еще статистических данных по поводу именно обучения, скажем так, на русском и украинском языке. То есть мы не берем ситуацию до 2014 года. Ну, понятно, что там превалировало в значительной степени именно обучение на украинском языке в связи с реализацией государственной политики определенной. Да, и школы, и садики с русским языком обучения, там, классы, все это закрывалось постепенно и переходило на украинский. Причем не от желания родителей, а от желания государства, которым оно было... Пусть оно было еще, ну так, более-менее травоядная форма украинского национализма, но она была, и была на государственном уровне, да. Вот, 2014-2015 год, скажем так, переломный год, да. Здесь уже 65% классов с русским языком обучения, из них 71% учащихся. И, соответственно, 29% учащихся на украинском языке. Следующий год, 2015-2016 год, уже 98% классов и детей с русским языком обучения, и 2% классов детей с украинским языком обучения. Ну, то есть, естественно, после вот этой активной фазы боевых действий, скажем так, дальше по заявлениям родителей, и фактически вот эта ситуация кардинально изменилась. То есть нельзя уже говорить, что, ну, в образовании, скажем так, есть какая-то проблема, там, или что может заходить украинская пропаганда через это. Ну, как, осталось, насколько мне известно, один час в неделю, в настоящий момент изучаются, один час в неделю языка, один час в неделю литературу. Да, я хотел бы отметить, что вот эти вот результаты, когда 98% русского языка, ведь были спущены не сверху. То есть это же, ну, насколько я понимаю, воля родителей и самих обучающихся. По заявлениям родителей. То есть вот видно, какой язык действительно востребованный, на каком языке хотят. То есть с точки зрения социологии, мы такие к ним данные подошли. То есть это не сверху спущено. Я еще о другом скажу, о очень важном моменте, как мне кажется. Вот смотрите, все время Донбасс считали оплотом русского языка. Но при этом у нас в Донецке, в Донбассе, никогда не было совета по защитам диссертации по русскому языку и по русской литературе. Политический момент? Да я вообще не могу понять, какой. У нас не было журнала, который посвящен проблеме русской филологии, например. Вот сейчас у нас есть и совет, и журнал. Но есть один маленький момент. Вот на специальность русский язык конкурс все-таки был. И во времена Украины два человека на место. А вот дальше как будто прорвало плотину. У меня была школа юный филолог. Юный филолог – это школа для детей, которые хотят заниматься наукой. То есть русистика как наука. Это не подготовка к экзаменам. И вначале приходит как бы много, а потом отсеивается, но остается самый, извините за сленг, молодежное слово, самые крутые, с которыми сейчас я в большое удовольствие работаю. На Украине в 2013 году мы набирали школу юный филолог, пришло 13 детей. И из них там человек пять осталось. В конечном итоге они поступили. В 2014 году записываться в школу пришло около 120 человек. В эту школу юный филолог. Сейчас уже люди знают, что такое. Ну вот сейчас меньше стало народу, то 50 человек было последний раз. В последнем году 23 человека дошли до конца, но это люди, которые поняли, что их не готовят к экзаменам, а и готовят работать с лингвистическим материалом. Конкурс на русское отделение, если считать по бюджетным местам, 4-5 человек на место. Это значит, что... Что произошло? Если раньше ребенок хотел поступить на русское отделение, изучать русский язык и литературу, родители что ему говорили? Да куда ты лезешь? Зачем оно тебе нужно? Иди на украинский, или куда там, на историю, на русский язык. И понятно, что большая часть людей, детей просто не шла отток. Их отторгали от этого. А когда вот это ворот, так сказать, раскрылись, пошли все те, кто хотят. И все... Посмотрите, сколько людей сейчас на Олимпиады ходят, сколько людей участвуют в конкурсах. У меня... Я, правда, работаю осознанно. Я в свою лабораторию, лабораторию экспериментальной, исследование аббревиации, я выбираю талантливых детей еще из школы. И я приглашаю, и они работают вместе со студентами, работают над словарем. И сейчас, ну, 2-3 человека, школьника, которых, я надеюсь, которые перейдут дальше, работают очень хорошо. Просто у детей сейчас нет вот этого запрета на изучение русского языка. Даже не запрета, он психологический запрет родителей, так и психологические скрепы родителей, которые запрещали, в общем-то, детям поступать на русское отделение. И русское отделение является востребованным. И дети понимают, что большая часть из них пойдет работать в школу. Но самое главное, я не знаю, почему, я с удивлением вижу, что мои выпускники последних лет в школе, и действительно, они востребованы в школе. Ну, я не буду называть фамилии, а то они еще возгордятся. Но они, я думаю, еще проявятся, потому что некоторые из них уже получили награды международного уровня. И, кстати, у нас, и в Институте дополнительного педагогического образования действуют курсы по переподготовке учителей украинского языка на русском языке. Сейчас вот эти самые учителя украинского языка в этом последний раз, в последнем, в этом году выиграли золотую чернильницу, например, серебряную чернильницу в золоте. Это международная награда учителя русского языка и литературы. Я думаю, что это показательно. Да, замечательно. И, кстати, очень актуальный момент по переподготовке учителя украинского языка. Я помню, 2-3 года назад это было, скажем так, сверхактуально и постоянно... Это было самое первое. В 2015 году мы подготовили, мы это сделали и проводим. И вот в этом году мы уже набрали новый курс обучения. У учителя переподготовка идет. Ну, посмотрите, если они выигрывают серебряную чернильницу, это высшая награда для учителя, которые прошли это курсы переподготовки. Значит, курсы работают хорошо. Ну, хорошо. А вот, скажем так, люди, которые получили образование в советский период и которые, может быть, как-то с ностальгией воспринимают, да, ну, опять-таки, если мы возьмем там какой-то опрос на улице, скажем так, я знаю, что подобные проходили там в рамках телевизионных каких-то опросов, знаешь, как вы относитесь к идее там сохранения там двуязычия или там одноязычия. Ну, эти стереотипы многие изучали, скажем, о том, что там спевуча, да, ну, вот как бы это так, не уподобляться, да, вот таким образом. То есть, не будет ли, ну, ностальгии, не ностальгии, ну, вот некоторого негатива, скажем так, вот как мы считаем, Кривальдич? Ну, кстати, тут небольшое уточнение. Очень важно опросы проводить, особенно в наших условиях, там, военно-политических условиях, скажем, анонимно. То есть, когда под камеру, это одна ситуация. Опять же, когда мы поквартирно проводим опросы, человек знает, что если что, его могут вычислить, он будет отвечать, может быть, чуть по-другому. Вот опросы, на которые я ссылался, по крайней мере, по ДНР и ЛНР в 2016 году, это как раз анонимные экспресс-опросы на улице. То есть, интервирование, очное интервирование на улице. Вот. И, соответственно, соответственно, мне кажется, нужно, во-первых, и вести популяризацию. Разъяснение, да, разъяснение работу, то, что происходит. Отъяснение того, что это значит, и что действительно, ну, так скажем, формальное заявление о том, что у нас государственных языков два, например, или три, предположим, может просто вести к тому, что это не то, что у них там, пусть они учат в каких-нибудь населенных пунктах украинских, пусть предоставим. Это значит, в основном, в основном в мире, это значит, что должны его учить все, фактически. Вот. И мне кажется, нужно в конечном итоге отходить от практики вот такой, там, идеологической, пропагандистской. Даже возьмем тот же Крым, там, весьма специфическая ситуация. Да, три государственных языка. Фактически, государственным, ну, то есть, языком основным общения является русский язык, там, подавляющее большинство на нем говорит. Да, действительно, крымские татары представлены определено, насколько я помню, там их 10% вроде было. по переписи населения, по-моему, много, по-моему, я уверен даже, что около 12, 10-12%. Я готовил сводку для кто-то Волебека, это была миссия ОБСЕ, комиссар по культуре и национальным меньшинствам. Там нам дали вот эту 22%. Блин, но факт в том, что это скорее именно декларируемая норма, которая фактически даже не соблюдается. Вот, это действительно политические причины. Можно понять там Приднестровье, да. У них хотя тоже три государственных языка. Хотя тоже фактически русские. Да, но часть населения все-таки молдаване, которые себя идентифицируют с Приднестровьем и там русский-украинский с одной стороны и молдавский достаточно серьезно отличаются. Есть смысл, у них может быть есть смысл в таком вот двоязычии. Но когда это явное меньшинство этническое давать, им нужно создать возможность для сохранения своего языка, для того, чтобы они обучались на нем, для того, чтобы они в своих населенных пунктах свободно могли общаться там с органами власти на этом языке. У них не возникало никаких проблем. Ну тут, Сячеслав Александрович, полностью перекликаетесь, скажем так, в своих рекомендациях. Действительно, давайте вот еще подумаем, что необходима государственная программа, разъяснение, вообще как политика идентичности некоторая, то есть разъяснение, что, ну, особенно в Донбассе, особенно после выбора 2014 года... Нужна государственная поддержка, программа гуманитарной поддержки Донбасса, понимаете? Выработка этой гуманитарной политики, правильно? Понимаете, в чем происходит? Ну вот у нас в школе изучают, например, краеведение, литературное краеведение, там какие-то наши писатели, поэты там есть. Но у нас практически... Ко мне приезжают гости из Российской Федерации на конференции. Они говорят, слушайте, ну, путеводитель какой-нибудь Донецкий, сделайте так, чтобы мы могли купить, там, посмотреть, пройтись по историческим местам. Я не знаю, Олег Измайлов «Донбасс для чайников» сделал великолепную книгу, просто... Тираж небольшой, к сожалению, наверное, у меня не тихо с огнем. Ага, у меня есть. У меня тоже. Но вот таких... Олег... Да-да, благодарим, благодарим, необходимо дополняй тиражи, издательство, иди ты. Но эта книга литературная, скажем так, ее просто с удовольствием читать можно. А вот этот самый путеводитель, который показал бы все наши старые дома, привязал бы какую-то историю к ним. У нас, я повторю, энциклопедии Донецка нет. У нас необходимы хрестоматии донецких поэтов. Ну, сейчас, правда, сейчас вот донецкая литература хрестоматии выходит, там большой... В Москве вышел большой, по-моему, двухтомник даже донецкой поэзии, но и донецкая литература, донецкие книги. Вы знаете, что? Я вчера давал интервью пресс-службе Донецкого театра Бравуна. Знаете, чего мне не хватает? Вот они спросили, какой пьесы мне не хватает? Мне не хватает хорошей пьесы о Донецке. И даже не о военном Донецке, а пьесе. Ну, какая-нибудь история, такая трогательная история, которая бы разворачивалась на наших донецких улицах, связанная с Донецким миром, Донецким мировосприятием. Может быть, так хочется еще кино новое. Посыл нашим творческим союзам, которые уже существуют, зарегистрированы. Мюзикла того же самого Донецкого. Вот чего не хватает? Я был бы рад, если бы в Донецком университете был философский факультет, потому что во всех столицах философские факультеты существуют. Я вообще-то был бы рад еще и богословскому факультету, но это уже ладно. Это мы так хорошо, скажем так, размахнулись. Даст Бог, что начиная с языковой политики, гуманитарной политики. Нужна гуманитарная программа поддержка Донбасса, гуманитарная программа, сохранение памятников и так далее. Это должен быть целый комплекс каких-то мер, которые на основе, конечно же, поддержки языка, но поддержать и культуру Донбасса, поддержать и искусство Донбасса. В отношении языка и культуры мы действительно русские. Если брать этнические, то мы, как мне все-таки кажется, ветви одного народа, и то, что Владимир Владимирович Путин постоянно говорит, что русские украинцы это один народ. Мне кажется, так это и есть, и события 2014 года это показали. Идеология национализма украинского бандеровщина для нас неприемлема ни в каком формате, скажем так. Вот по будущему, допустим, украинского языка в ДНР или на Украине, как мне кажется, практическая сторона, какая, допустим, украинского языка может быть. То есть нам необходимо все равно будет работать с Украиной, в каком бы виде она ни была, и желательно ее возвращать в более адекватное состояние. И для этого надо понимание языка и культуры в каком-то степени. То есть на каком-то уровне необходимо сохранить, чтобы эти, ну, подготовка была. Наша школа филологическая, она, скажем так, эти кадры подготовила. Это один момент. Скажем так. Ну и другой момент, политические моменты, допустим, не уподобляться, но сейчас, наверное, уже это не так актуально, потому что, ну, с той стороны уже, мне кажется, уничтожено все, все, что было. На государственном уровне, на законодательном уровне. Да, то есть в любом случае мы уже не сможем подавиться. Это действительно так. Я увидел, как там, решил посмотреть, что там с русским языком на Украине открывается кафедра русского языка. Ну, даже встреча в норанском формате, вот, которая на днях прошла, в итоговой своей речи Владимир Путин сказал относительно ситуации с языком в Украине по поводу того, что с 20-го года закрывается, полностью прекращается обучение на русском языке, а с 23-го на языках других национальных меньшинств, то есть это Венгрия, венгерский, румынский и так далее. Ну, вот отметил, что почему-то русский выделен раньше в такой вот уж ему приоритет. То есть это действительно государственная политика, которая с той стороны проводится и в рамках, это в том числе и политический проект разрушения общей русской политической идентичности, вот так скажем. Да, ментальности. Вы помните, вот говорят, что это будто бы из-за последних лет, там, из-за конфликта и так далее. Но на самом деле повторяется та же риторика, которая была в 2004 году. Вакарчук, Вакарчук, тогдашний министр, в интервью журналу «Освейта» сказал однозначно, там, мы даем ему четыре рока на тэш, чтобы полностью вывезти в российскую мову из высших навчальных закладов. Мы через четыре, в течение четырех лет он собирался полностью убрать русский язык. Тогда ни конфликта никакого не было, там, это политика. Это же он же про собачью мову, по-моему. Нет, нет, это не он. Нет, это не он. Вакарчук этого не говорил, но я просто говорю о том, что вот те модели, которые сейчас воплощены в этот закон о политике языковой, они были еще в 2004 году, во время Ющенко, при отсутствии какого-либо конфликта. Я повторю, идея тут другая, это идея не борьбы за украинский язык, как это. Это естественно. Вообще невозможно бороться за язык. За претом другого, да? Да, за претом другого. Ты лучше поддержи свой язык каким-то образом. Но вот эта политика, эта модель еще в те времена была. Это борьба не с языком, борьба с ментальностью, которая скрывается. Вы знаете, был когда-то такой Наум Холмский, это американский ученый, который все считают антиамериканцем, но его называют Эйнштейном в наше время. Он когда-то придумал, не придумал, он на основе анализа материала вывел там, по-моему, 9 или 10 принципов языкового манипулирования. То есть, каким образом манипулируют людьми политики, работодатели и так далее. И он написал статью. И причем статью научно-популярную для всех как бы. Вот, говорит он, люди, посмотрите, как по-моему манипулируют. Люди на это не обратили никакого внимания. А вот те, кто манипулирует, подумают, елки, мы раньше все вот так на ощупь делали, а тут нам дали уже полностью методику. Вот точно так же и здесь у нас происходит. Эта методика была еще тогда, тогда существовала, я это называю социолингвистическим программированием. Просто в этот раз, если тогда ее не поддержали, потому что ситуация была тогда более или менее стабильна, то теперь ее начинают поддерживать, но методику перенесли из тех времен. Эта методика, кстати, создана на основе методик манипулирования, которых я писал, которые писал Наум Хомский. Спасибо, Вячеслав Исаевич. Спасибо, Кирилл Валерьевич. У вас есть доволение? В продолжении того, что Вячеслав Исаевич сказал, это не только даже Ющенко и его политика. Если взять, копнуть поглубже, например, гражданская война на территории Украины, то есть те же самые процессы, когда вводится насильственная украинизация, вперед Скорпадского и рядом те правительства украинские, которые находятся. В году политической целесообразности, будь то Скорпадский, будь то большевики. Вот, вот, вот. И отсылка идет к тому, что вот Россия нас постоянно дискриминировала, и нам нужно как-то восстановить справедливость. Тактика места, так сказать. Да, и в целом это, конечно, не вопрос защиты языка, это вопрос политической ориентации, политического антирусского проекта, я сказал бы так, очень значительно. Так, ну что ж, Донбасс остался, благодаря своим активным действиям в 2014 году, остался в лоне русского мира, и здесь, как заветом Ахмата, мы верны, и мы сохраним у тебя русская речь, великое русское слово. И теперь пришло время уже это решить на уровне Конституции, на уровне законодательства. Поэтому, в целом, конечно, мы поддерживаем инициативу главы республики, но думаем о том, что необходимо более взвешенная, более научно обоснованная гуманитарная политика, которая растит насчет аспекта русской античности Донбасса, вот эти все языковые вопросы, и выработает, скажем так, определенные идеологические дискурсы на ту территорию, когда тот же украинский язык может стать инструментом уже в руках, не знаю, русофилов, потому что от бомберовщины Украины освободить ментально хотя бы там. Ну что ж, спасибо, уважаемые участники, огромная благодарность в вашем лице Донецкой филологической школе, политологической, исторической, гуманитариям нашим, нашему великолепному Донецкому национальному университету. Да, огромная благодарность за таких специалистов. Ну что ж, с вами была программа «Патрическая позиция». До свидания, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова